Договорённости, договорённости, договорённости. И именно, единый блок, понимаете, коммунистов и социалистов, как оппозиция в парламенте, что-то не видно, не слышно. Именно. Но заметьте, вопросов к ним больше. Они везде обращаются в прокуратуру, в Конституционный суд, зная, что их обращения будут даже не рассмотрены. А в Конституционном суде всегда отклонены. По одной простой причине. Госпожа Маноли, которая у нас председатель Конституционного суда, она как-то на стороне желтизны. Именно. И о чём мы говорим? Кризис достиг уровня взрыва вулкана в Молдове, который не поддаётся искусственному затуханию. Именно. Ну, посмотрите, у меня всегда были вопросы. Вот скажите, господин Воронин продал в своё время, буквально недавно, по годам, свой офис, великолепнейший, в центре города, со всеми делами. Кому? Плохотнюку. Вот интересно, сколько миллионов долларов он стоил? Ведь никогда господин Воронин этого не скажет. А тут новости, новости, новости. Вызывают господина Дальона очередной раз в прокуратуру, чтобы он дал какие-то объяснения. Хорошо? Вот мне интересно, почему не вызовут господина любого, например, Лянко, в генеральную прокуратуру? Нет слов, чтобы ему вообще задать вопросы? Уникально мы живём, уникально. За то, что украдёшь курицу, получишь пять лет, за то, что украл миллиарды, вообще ничего. Ну, как говорят, поговорка есть такая. Украл миллион, отдай половину и гуляй себе смело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова